Доброе утро, друзья! Значит, символ именно вот этой серии фото сорт образцов и клонов семьи Железова в других садах. Сорт образцов и клонов, значит, семечек, косточек, черенков привитых уже у вас и саженцев Железова Сергея. Я в последнее время начал напоминать следующее. Вот это вот мой канал. Он тихий, спокойный, здесь никак не наберется 10 тысяч подписчиков. У тех, кто уничтожает сады, учат уничтожать сады, причем со злобой, звериной злобой. Люди-то не понимают, не замечают этого, что количество деревьев, они обрекают их на мунистическую. Они думают, что они их улучшают. Дерево так надо, дерево нуждается в ежегодной обрезке. Ну ладно, меня опять понесло. Смотрите, видите мой канал, так, вот здесь можно подписаться. Вот. А здесь вот эти самые фильмы. Вот смотрите, последние были фильмы. Это кусочки вебинара. Сегодня у нас воскресенье. Завтра понедельник. Завтра, пусть вы не успеваете, до понедельника увидеть этот фильм, наверное, не успеваете. Но если зайти в мою гостевую книгу, книгу сайта, помните, как я учил, как зайти на сайт? На сайт можно зайти, набрав в Яндексе, вот, в Гугле, вот, допустим, садсип. А, нет, это уже сайт. Это уже гостевая, нет, не так. Это, я уж подробно, очень много новичков, очень много. Так, значит, набирая три слова по-русски сайт садовода Железова, по-русски в Яндексе или в Гугле, вот, вы оказываетесь вот на таком сайте, на этом сайте фотогалерея, полидо под язык, и вы окажетесь в удивительном краю, единственном в мире саде, в самом разостойке, с сортами мировых стандартов. Посмотрели, так, возбудились, и давайте искать контакты со мной, вот здесь вот так, контакты, посмотрели контакты, за зиму многому научились, здесь огромный материал, единственное в своем роде, это государственное премия, хоть мне и говорят, что Железова так обнаглел. Вы поверите, что все это я создал? Нет? Правильно, не верьте, я сам не верю. Вот, все время, вдруг ущипну себя, у меня ранетки растут. Итак, посмотрели мы с вами контакты, и, наконец, гостевая книга, вот она в самом правом углу. И что вы видите? Вы видите, вебинар Железова еженедельный, 22 ноября, допустим, не успели, сегодня 21 ноября, вот пока фильм будет монтироваться. Ничего, потом прибавимся в ней, будет 29 ноября. И так уже 4 года, 157 вебинаров позади, вот они, видите, 157 вебинаров. Вот, ну а возвращаемся в наш, на мой канал, скромный, 10 тысяч, так и не собрали. Вот, посмотрите, тема, вот это тот же вебинар, расселенный на конкретные вопросы, так очень удобно. Вот, вот, садовые чудеса, именно вот это есть, вот это первая серия, так, вот, заметили, как мало просмотров. А это не просто, там же адреса, явки, пароли, так образно говоря, да, это все во всей стране. Вот вторая серия. И сейчас мы с вами будем делать третью серию. Как я делаю, это очень просто. Вот, попадаем в удивительный мир, удивительный мир. Вот, я специально каждый раз начинаю вот с этой картинки. Ослябин, национальный герой России и, наверное, наш небесный покровитель Садоводов. Вот, я всегда удивляюсь, почему у меня такие результаты, невиданные, невероятные. Даже не фантастические, потому что никакая фантастика не смогла бы это. В нашем районе нет ни одного абрикоса. В нашем это, а у нас Нижний Новгород. Мы обращались к ученым сделать, по-моему, сделать выставку, обратились за саженцами. Они сказали, ну что, у нас саженцы надо всю жизнь укрывать. Это наука. И вот у нас Сибирь. Но расползлись. Смотрите. Так, как каждый раз показывать вот это чудеса. Это еще в моем саду. А в этом раз и пошли в чужие сады. И пошли, и пошли. Машенческие сайты. Вот они. Их сотня. Это первая сотня. Есть еще и вторая. Вот. Присвоили мои фотографии. И, наконец, я сейчас все вот это вот вам пролистываю. Чтобы вы поняли, что это не шутки. Мы это проходили с вами, так. Вот. Суперурожай уже в чужих садах. Мы с вами проходили. Я просто пролистываю. Так, не означай. Вот. Дожили до того, что уже абрикосы в виде плодов на рынке попадают. Это как понимать. Совсем наглость потеряли, мои друзья. Так. Посмотрели. Все это из косточек, из косточек, из косточек. Есть что-то из черенков, привитых вами, друзья. Вот. Это я называю золотой запас России. Не нужны науки. Вот. Все это мы проходили. Сейчас мы остановимся. И начнется третья серия. Извините за такую долгую. Прям было. Лишний раз похвастаться. Мне сам Бог велел. Мне сам Бог велел. Это уже садовая Россия. Альтернативное научное. Потому что наука требует искалечить дерево. И только потом с него чего-то ждать. Она искалечена дерева. Набрасывается. Столько всего. Они не видят этой связи. Ну, не видят. Не видят. Все. Мы вот здесь остановились, друзья. Здесь будет долгий разговор. Почему? Первая серия была персикам посвящена. Вторая уже не выдержала. Показывал все подряд. И обрековался. Яблонь и груши. Третья серия. Долгий будет разговор. Почему? Однажды в вебинарах присутствует и участвует Ребрик Александр Алексеевич. Это уникальный человек. Журналист. Редактор журнала «Вестник садовода». Единственный, кто когда мне было объявлено фактически как это называется московские эти прекратили меня печатать. Видимо, какой-то окрик был. Железов сильно наглый. И является укором официальной науки. А Ребрик продолжал меня печатать. И вот однажды я утверждал вот сейчас вы видите последний гвоздь я это называю последний гвоздь в гроб традиционным утверждением. Это важнейший разговор поэтому я не могу без комментариев. Значит, там в этом журнале я написал, что культурные растения появились раньше людей. Ну, также две версии птицы животные отбирали все самое вкусное выплевывали и так далее. Вот. И селекция произошла до людей. А люди потом были жесточайшие как их называем жесточайшие климатические изменения ледниковой периоды все это привело к одичанию это слово не мое научное а приспособление это мое слово. Все самое роскошное умерло все что поскромнее затаилось вот и в генной памяти теперь то есть получаем не очень роскошные плоды а в генной памяти осталась роскошность ее надо оттуда вы вы в это извлечь вот о чем речь ученая дама доктора наук в ответ на это там же в журнале написала железо несет дичь вот сейчас мы будем нести дичь вместе с Виталием Шаламаем почему я тут не при чем сейчас сами убедитесь вот я не добавил в себя ни одного слова полслова все это слово вот запятую не менял так ошибки не исправлял грамматически их тут по-моему и нет внимание персики вегетативные клоны железа на соколине это один из вариантов который доказывает что первый вариант селекция людей а второй вариант божественное происхождение то есть все что мы имеем было в райском саду вот сейчас вы сравните мои скромные персики и потомки его в виде косточек и черенков которые попали в другие сады безмерно увеличились укрупнились ароматизировались и так далее оккультурились и так персики мигитативные клоны железа на сахарине вот эту фотографию присылает мне соломай вот вот эту фотографию начинаем читать это важно каждую строчку каждую строчку персик хасанский черенки клонов персиков хасанский получены среди других культур от сибирского садовода железово привиты на вишневой лучшую и степную внимание сахарине не как я на абрикос сливу у меня получились плоды 30-40 повезло 50 грамм растут поликарбонатная теплица то есть для меня поликарбонатная теплица это уже возвращение ВДМ в райский сад понятно возвращение образно говоря возвращение в райский сад на второй год дали урожай на одном дереве был один плод крупный 120-140 грамм на другом три плода с куриного яйца фотографии да теплица межвидовые прививки внимание именно они иногда дают чудеса наука меня припечатала у Железова химеры от слова химера означает короткоживущая особь короткоживущая а у меня 30 лет уже химерам на третий год привиты на степную вишню внимание дает 5 плодов крупных в среднем 200 граммов на фото где моя рука это было 220 граммов представляет четверо крупней мы укрывая на зиму даже технология это бы не мешало укрывая на зиму опилками в мешках принцип описан на сайте абрикоса песканова только укрывал более тщательно открывая первой декаде апреля и по температуре также бывает еще и морозы до минут 20 затвертает в конце апреля начале мая единственный недостаток нет опыления насекомых еще не проснулись а то что я сам обрабатывал ватной палочкой видимо было недостаточно поэтому завязалось 7 плодов на одном 5 и на другом 2 вот отшили персики обильно веточки были облеплены розовыми цветками самое главное поймите то что мало плодов это не означает что они за 200 и более грамм именно поэтому нет у меня близко такого не было хотя бывали урожаи 5 штук и 3 штуки и 1000 штук все равно мелкие в одной теплице растут и персики и виноград и помидоры единственная проблема у меня с персиками это паутинный клещ приходится на сезон делать 2 или 3 опрыскивания откуда взялся не пойму но жрет только персик вот я потом это как бы не хочется за рамки выходить я показывал современные поликарбонатные теплицы они 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 без форточек вообще это страшная ошибка конструктивная страшнейшая вот у меня теплицы которая дала первый урожай тех же персиков это я после шаломая вдохновился тоже хочу такие вот да и для страховки не мешает в теплице иметь несколько деревьев но у меня там 16 открытых форточек еще и 2 вот это одна крайность вторая крайность когда форточек вообще нет вот и создаются условия для болезней для слабее деревья если мало проточного воздуха свежего ну и так далее и так далее снова шаломая сам по себе не скажу что персик приходила к культуре довольно просто ухаживать удобрения не использую о железная схема ни минералку ни перегдой довольно быстро мощный рост полив чистой водой вот весь уход да в теплице поливать надо тогда уже дождевая вода не попадает прививка самая сервисная теплица конечно имеют фрамуги может быть даже есть это потолок съемный не знаю или там открывающийся прививка вырастает больше двух метров и дает ветки не только второго но и третьего порядка и это только за одно наше короткое холодное лето а на следующий год уже дает первые плоды очень скороспелая культура вот так куст персика видимо а там еще будет про косточки куст персика видимо от недостатка солнца кисло-сладкий но очень сочный и косточка от мякоти отходит практически на сухую как у абрикоса самое главное вкус лучше магазинных и это в условиях сахалина созревает в середине августа в 17 августа начали плоды опадать и через неделю все отпали еще особенность выращивания персика теплицы его надо сдерживать в росте обрезка иначе нужна очень высокая и большая теплица раджерея видите как обрезка а персик подносит на побегах прошлого года поэтому очень скороплодный вот это еще не все дальше пошел сувенир востока персик и абрикоса тема следующего письма а здесь слева направо ваша сувенир востока из семян персик из семян и край абрикоса тоже из семян то есть вот персик вижу видимо тут край абрикоса вот я вижу сувенир востока вот он вот заметьте персик на улице да не вызревает древесина да обмерзает ветки сантиметром на сорок но остальное остается и причем скажем годом сила роста увеличится вот он неукровной персик скажете густо посадил да посадил густо но еще гуще чем на фото каждый год слабые деревья сами освобождают место для более сильных естественный отбор а в итоге что останется то и будет расти вот такой опыт центральной части сахалина с уважением Виталия Шаломай сахалин Виталий я ниже кое-что скажу уже от нас двоих так ниже абрикосы а это пошла следующая тема да а здесь сейчас я нажму вот сюда это очень важно мы сейчас смотрите история эта не осталась незамеченной и попала вот сюда попала вот на это как это называется социальные сети что ли и вот она теперь в виде публикации внимание персики вегетативные клоны вы видите те же фотографии даже более ярко получилось публикация согласитесь вот это вот уже мы читали так вот так видите как здорово получилось когда специалист берет и из этого материала делает конфетку вот смотрите ё-моё я сам не верю ну не мог это придумать и сказать что где-то в другом месте доставал черенки так вот это мы читали вот еще фотографии вот это мы не видели вот это мы не видели вот это мы не видели виноград выписывал у Сергея из Южного Уральска название сорта потерял вот после посадки у коридорного я так мне говорили что пустая трата времени сил ничего не получится а понятно вот виноград от Сергея а Сергея Николая Георгиевич это гигант я его называю мамонтом один из последних вымирающее племя гигантов вот дальше пойдем значит виноград у Сергеева так дальше а это ваша Вишня Жуковская уважаемые веки привита на наши дички правда прививка двухлетняя не смотрите какая разница в размерах листа но смотрите какая разница в размерах листа урожая пока не было но и не замерзло а морозы были за 35 и не укрытая была то есть он подчеркивает что вот это вот мелкий мелкий лист видите вот ну-ка крупнее получится а нет ага получилось смотрите мелкий мелкий лист а вот это вот прививка вот она Жуковская видели какая вот это вам не хухарим возвращаемся обратно итак он обратил внимание наше какая разница в размерах листа здорово что-то еще тут есть вот то есть вот эта публикация более подробная чем мы с вами абрикос простратифицированный в холодильнике и высаженный 16 апреля под пленку в 15-м году ну-ка какая особенность этого дерева когда взошли саженцы лист у них был длинноватый резной и шишавый на острове второй год тоже а на третий год лист крупный а крупный на общий глаз то есть видите как там дело о чем это абрикос из косточки получился так делали вот это да вот у него каждый год меняли систи там идет это гибридный уже абрикос несмотря на то что короче у него он и викнативный грибрид в прошлом и имеет и папу и маму наверняка и у него идет такая внутри борьба в кого пойти то на папу похож то на маму а то на соседа ну вы поняли мой юмор идем дальше а здесь слева направо ваша вишня сувенир востока из семян персик из семян икра абрикоса тоже из семян заметьте персик на улице а нет простите это мы прочитали итак заканчиваем с уважением Виталий Шаламай Сахалин вот так ребята комментарии железы еще не все у меня еще есть 8 минут пока отключится дорогой Виталий вы сотворили чудо о чем даже не догадываетесь я долго пытался не ошибка ли это плоды до 220 грамм три раза больше мы и вообще-то в 4 предыстория обнаружил поселок Сизая Шушенский район практическое замерзшее дерево персик хасанский вот вот так оно выглядело после прививки так это было как сказать и пошла вот как сейчас где тут у меня шарик и ручка ау вот нету а ну я сейчас любой карандаш возьму я уже об этом говорил даже как бы хвастался вот это вот вот это вот веточка такую я в Сизой у страстного практически замерзшего и действительно потом до конца погибшего персика взял такую веточку после этой веточки персик пошел гулять по сколько я уже третий фильм а я про все про персики гулять по просторам России увеличивается укрупняется где только почувствует себя чуть комфортнее заметили плоды персика кислые не вызрели весили не более 25 грамм это был 2001 год затем началось трамфальное шествие из одной почки и чудо свершилось вначале у меня вот видите на мажорском абрикосе на китайской сливе вот а вот как я подвергся есть такое слово обструкция как я подвергся этой самой ха-ха-ха-ха уже не знаю что это за персик какая мелочь ой боже сколько я начитался комментарий про меня какая мелочь представляете что от зависти от злости можно это вот это чем же сравнить то это самое что бисер мелкий как там есть такая пословица там про или это или брянты мелкие сильно что это такое выше второе поколение мелкие плоды из-за большого рожая наибольшая крупность на этом снимке так и все же это лишь 60 50 60-70 грамм выше вы читали что Виталий Соломаев вырастил это мой комментарий персики на 220 ну казалось бы что особенного ведь мои персики зимуют на сибирском морозе без укрытия а тут теплица но отправляя ко мне эти фото и рассказ он даже не догадывался что фактически стал соавтором мирового открытия положил в него в это здание последний кирпичик а оно открытие звучит так с помощью прививок по специальной методе железа мы получаем возможность вернуть плодам одичавших в суровых условиях деревьев чисто оранжеские качества крупность и вкус и у меня уже десятки таких примеров это примеры на моем сайте в разделах фотогалерея видеофильмы из сибирского сада и публикации перевожу на нормальный язык сотни а может быть тысячи поколений этот персик шел с Китая сотни ну варианты Маньчжурия там это самое Япония может быть кто знает как оно шло но оно шло шло на север каким путем косточки косточки никто тогда в 19-1980 2000 лет назад 1000 лет назад 100 лет назад их никто не привел хоть и доходят до нас а вот где-то в древнем может быть эти самые уйгуры или там эти джурджейни может и прививали может быть вот но об этом не доказательств нет ни опровержений нет а то что тысячи тысячи поколений косточек приспосабливались идя на север давали все более мелкие плоды чем меньше плоды тем и растуще шло то на север и получилось что когда пенсионерка из хака нет из Краснодарского края из Шушенского района с поселка Сизой получила с Дальнего Востока посылки персик непривитый и там было написано что там было написано персик хасанский сама это слово выдумать не могла вот и к этому времени он уже был вот таким вот и наконец шалома его видели так вот вершина успеха вершина успеха вот они вот они вот они поняли да это судьба это с одной вот такой вот веточки пошло триумфальное путешествие а мы еще с вами третий фильм сняли а впереди еще столько абрикосов роскошных персиков слив вот и вы увидите что вся страна покрывается железовскими материалами вот и теперь я должен сказать ребята подписывайтесь на мой канал все эта серия закончена третья но будет и четвертая и пятая а меня ждут новые дела до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...